Девушки, здравствуйте! Меня зовут Олега Перекатова, я нутрицолог и диетолог. И сегодня я хочу пригласить вас на полезную кухню. И мне сегодня будет помогать прекрасный молодой человек, потому что сегодня я хочу приготовить с вами миндальное молоко. Многие из нас по тем или иным причинам стараются отказываться от молочки, а некоторые выбирают растительное молоко просто потому, что это модно. Олег, а скажи мне, пожалуйста, вот ты когда приходишь в кафе, ты кофе на каком молоке берешь? А обычно на обычном. На обычном? А когда тебе предлагают какое-нибудь миндальное или молоко фундучное, берешь такое? Я задумываюсь, иногда беру. Иногда берешь? Вкусно? Да, очень. На самом деле сейчас действительно это достаточно такая модная история, и многие из нас выбирают, потому что модно, а многие потому что действительно по тем или иным причинам плохо переносят молочные продукты, стараются, к примеру, девушки особенно озадачены здоровьем кожи, и некоторые реагируют. Поэтому давайте приготовим дома миндальное молоко, потому что то молоко, которое продается в магазинах, часто, во-первых, не совсем миндальное, если вы почитаете состав, то сильно удивитесь, а во-вторых, ну стоит оно достаточно дорого, я вам покажу, как это можно сделать по-другому. У меня здесь замоченный миндаль. Для того, чтобы приготовить миндальное молоко, мы используем орехи. Орехи могут быть любые на самом деле. Вот то самое молоко, которое мы видим, фундучное, молоко кешью, кедровое, это просто то, из каких орехов оно приготовлено. У меня сегодня миндаль, я его замочила с вечера, потому что его лучше замачивать на 8 часов. И нам его нужно почистить, потому что я хочу тебя сегодня угостить с печеньем из миндаля, вот, и, соответственно, жмых, который у нас останется от этих орешков, мы тоже будем использовать. Но, если мы попробуем вот прямо сейчас почистить, вот я тебе попрошу, попробуй почистить. Это вообще сложно. Да. Это сложно, это так не происходит, поэтому мы, что мы делаем? Нам нужно зашпарить кипятком наши орехи, и тогда кожица очень легко отойдет. Вот. Можно я попрошу тебя, чайник мне горячий, подогреть его и передать тебе? Да, конечно. Олег, заливай кипятком. Кипяточек у нас готов. Для того, чтобы нам полегче это было делать, мы зашпариваем горячей водой. Достаточно. Здесь уже ждать ничего не надо, мы просто вот чуть-чуть так взболтаем. Воду сливаем в очередной раз. И теперь можем начинать наши орешки чистить. Это нам с тобой под мусор. Сюда, то есть прямо чистенькие орешки. И вот теперь, если мы начнем их чистить, они отходят очень-очень легко. Олег, скажи, пожалуйста, как ты в целом отнесся бы, если твоя девушка решила правильно питаться, или мамой, решила тебя тоже кормить той едой, которую себе готовят? Я бы отнесся очень хорошо, потому что с течением времени, с возрастлением ты начинаешь задумываться о правильном питании. А не пугают какие-нибудь, знаешь, вот у меня просто муж, ну он ест все, потому что не спрашивает, что там. Но это как в анекдоте. Шел третий год брака, муж до сих пор думал, что он не ест кабачки. То есть мужчины, мне кажется, пугаются таких названий, как ПП, кабачки или еще что-нибудь. Не пугают? Ну, меня лично не пугает. На самом деле, мне очень... Если это вкусно, почему бы? Ну да. Почему бы нет, если это полезно, да еще и вкусно. Просто это классно на самом деле, что вот ты сейчас так говоришь, и я наблюдаю такую тенденцию, что люди сейчас немножко меняют отношения. Просто знаете, такое небольшое наблюдение, поделюсь с вами, многие, особенно мужчины моего, например, возраста, часто делят всю еду на две категории, вкусное и полезное. И вот если это полезное, то это что-то по умолчанию странное и невкусное. Это на самом деле здорово, что сейчас уже немножечко мы начинаем воспринимать еду как не просто чревоугодие, так скажем, а что что-то для нас нужное. Вот так вот. Скажи, легко чистится, да? Да, очень легко. Кстати, девушки, по поводу миндаля и его очистки. В целом, если вы делаете просто молоко, этого можно не делать. То есть мы можем сразу переходить к следующей части, но так как я хочу использовать жмых, и мне он нужен чистенький, то мы чистим. Более того, вот этот вот жмых, его не обязательно использовать, как я сегодня собираюсь сделать в печенье. Мы можем сделать миндальную муку, просто подсушив этот жмых на противне. И еще один немаловажный момент. Вот этот вот жмых, его можно и замораживать, и, как я уже сказала, высушивать, и хранить в дальнейшее использование. Поэтому я все-таки призываю вас почистить и в дальнейшем не выкидывать, потому что продукт очень ценный. Орехи, вообще любые орехи, они источник огромного количества полезных микроэлементов в первую очередь. Витаминов там, ну и витаминов, собственно, и микроэлементов в первую очередь. Поэтому это суперполезный продукт. И, кстати, кто задумывался, каким образом внутри конфеток Рафаэлла образуется такой чистый беленький миндаль, вот таким вот образом. То есть жмых мы вот этот будем использовать? Мы будем не вот этот жмых использовать, это просто кожура, а то, что у нас останется от наших орешков после того, как мы приготовим молоко. Вау! Ольга, у меня возник резонный, так скажем, вопрос. Сейчас очень модно орехи замачивать. А для чего это вообще делается и зачем это нужно? И мы замочили орехи на 8 часов. Это для того, чтобы они легче чистились? Нет, ну вообще на самом деле мы видели, что просто замоченные орехи чистятся так себе. Мне нравится твое окружение. Если в нем модно замачивать орехи, это здорово. Действительно сейчас многие говорят о том, что орешки нужно замачивать. И я об этом часто говорю, потому что орехи при всей своей пользе содержат фитиновую кислоту. Есть такой элемент, который, собственно, этот орешек защищает. И для того, ну она, защищая орешек от нашего, так сказать, на него посягательства, препятствует всасыванию этой самой пользы из орешка. Поэтому мы таким образом, вот замачивая на определенное количество времени, разные орехи на разные, но в среднем можно там смело на 6-8 часов замачивать. Этого будет достаточно практически для всех орехов. Мы нейтрализуем эту самую фитиновую кислоту. Она переходит в воду. Потому что если ты посмотришь, вот у нас замоченная вода, вот она вот такая. Да, и это не грязь с орехов, это как раз те самые, ну вытяжка, да, вот окрасила кожура еще дополнительно и вытяжка из орешков. Поэтому орешки, даже если вы просто их хотите покушать, лучше замачивать. Более того, ну многие называют такие орешки активированными. Почему? Ведь что такое орешек? По сути, из него должно вырасти там дерево, да, там дерево миндаля. И там есть зародыш, и когда мы замачиваем, мы по сути начинаем его пробуждать к жизни. И он становится уже вот такой вот готовый к росту, а для роста ему нужны силы, энергии и так далее. И мы имеем доступ к всей этой силе и энергии. Поэтому мы в целом получаем более полезный, более легко усвояемый продукт. То есть не совсем в зачаточном состоянии, а уже, так сказать, готовый к употреблению. Поэтому это просто в целом полезнее. Единственное, что вкус меняется, вкус изменился. Вот тебе, кстати, как, лучше, хуже, чем орешек? Мне лучше. Лучше, да? Он становится мягче и чуть-чуть другой по вкусу. Но если вдруг вам такие вот размоченные орешки не нравятся, не по вкусу, вы привыкли к хрусткости, допустим, потому что чаще всего не нравится даже невкус, не нравится вот эта вот потеря хрустячности, потому что он становится более мягкий, то в целом можно сделать следующим образом. Мы можем подсушить немножечко либо на сухой сковородке, либо в духовке при 60, наверное, даже достаточно будет градусов. Совсем чуть-чуть они вернут свою хрусткость, но при этом останутся без вредной фитиновой кислоты и более полезные для нашего, более легкие для нашего усвоения. Вот. Но мы сейчас этого делать не будем, потому что мы будем, собственно, сами орешки использовать. Как мы будем делать молоко? Очень интересно. Да, мы будем делать очень просто. Мы берем орехи. По сути, мы берем орехи и воду. И в хорошем, в правильном ореховом молоке больше ничего не должно быть. Если ты почитаешь состав молока, которое продается в магазинах, ты удивишься. Там вода, сахар, часто бывает крахмал. Даже где написано ореховое молоко, часто бывает соин. То есть все, что угодно, но не орехи. Поэтому вот такой вариант, он допустим и наоборот даже предпочтителен. Я боюсь, что у меня за раз будет тяжеловато взбить. Что мы делаем? Мы берем орехи и заливаем их чистой водой. Девушки, очень важно. Здесь вода не та, которую, допустим, мы вымачивали. Это именно чистая вода. И берем блендер. Мой любимый блендер, который я всем советую приобрести. Все. Так. Будем надеяться, что... Сейчас будут чудеса. Не совсем. Не совсем. Не совсем чудеса. Так. Ага. Вбываем. Так, сейчас я проверю. По пропорциям. Пропорции очень простые. На 100 грамм орехов в целом вы можете взять любое количество воды. Но если вы возьмете на 100 грамм орехов воды 300-400 миллилитров, у вас получится почти миндальные сливки. Чтобы получить молоко в более привычном варианте, на каждые 100 грамм орехов идет литр воды. Но тут можно варьировать. Мы просто взбили в блендере орехи с чистой водой. Что мы теперь делаем? По большому счету, вот это уже достаточно вкусный напиток, который можно пить. Но, во-первых, нам нужен жмых. Во-вторых, так будет именно для питья хорошо. В кофе уже не очень мы. Процеживаем, да? Нам нужно процедить, и я сейчас сделаю страшную вещь. Так как пить буду не только я. Я предпочитаю... О, благодарю. Мы просто выливаем полученную нами массу. Здесь вот уже остается жмых. Сейчас я найду ложечку, чтобы себе помочь. И мы отожмем всю жидкость полученную. И, собственно, это уже и есть молоко. Девушки, если вы готовите именно молоко, и ваша задача в первую очередь получить вкусное молоко, вы можете экспериментировать. Если сюда в блендер вы добавите один финик, вы получите безумно вкусный продукт, чуть-чуть сладковатый. И вот его можно пить, давать там детям, давать мужьям. Они, поверьте мне, очень сильно это оценят. Если вы готовите молоко, к примеру, для того, чтобы сделать какой-то рецепт с растительным молоком, или еще для чего-то, в целом можно не добавлять. Я тебя попрошу, наверное, найти кружечку. У нас вот здесь внизу стоят кружечки. То есть это очень быстро, две минутки. Это очень быстро. Добавили воды. Да. Такое молоко хорошо хранится. Оно, в принципе, 2-3 дня в холодильнике спокойно хранится. Попробуешь? Да. Да. Очень вкусно, без сахара. В принципе, как я уже сказала, можно добавить миндальное молоко, можно добавить сироп топинамбура, это не возбраняется. Но в целом, как бы вот это молоко уже можно использовать, готовить на нем, готовить кашу, это будет совершенно другой вкус вашей каши. Ну и, конечно, использовать его, допустим, для того, чтобы приготовить капучино на миндальном молоке. Я так понимаю, нам жмых уже не нужен, его можно убирать? Нет, убирать его нам не нужно, потому что жмых – это тоже ценность. Тут очень-очень много полезных веществ осталось, и в целом зачем выбрасывать продукт, который полезный и вкусный. И мы из него сейчас приготовим миндальное печенье. Вау. Да, нам нужно с тобой отмерить примерно 80 грамм. Я тебя попрошу, мне немножечко помочь. Да, конечно. Так, вот на эту мисочку, сейчас мы Олега отпустим, и дам тебе ложечку. 80 грамм жмыха. И, девушки, на самом деле, варианты добавленной муки, скажем так, нашей миндальной, могут быть любые. Можно в целом взять только миндальную муку, увеличив ее количество. Но тогда печенье будет слишком рассыпчатым и напоминает, знаете, такое итальянское печенье бисконти, то есть оно будет достаточно крепким, но при этом сыпучим. Если мы хотим сделать более мягкий вариант, то мы будем добавлять другую муку. У меня сегодня рисовая, она безглютеновая, цельнозерновая. Полезный вариант. Я здесь отмерила, пропорции будут под видео. Нам нужна будет мука, сироп топинамбура в качестве подсластителя. Можно использовать любой по желанию, но если вы будете использовать, к примеру, какой-то сыпучий, типа кокосового сахара или что-то еще, то, возможно, вам понадобится чуть меньше муки, чтобы консистенция была, вот как у меня она будет сейчас в видео. Буквально столовая ложка, 20 грамм у меня кокосового масла, и я сегодня добавлю к своему печенью клюкву, потому что все-таки у нас новогодняя история, и очень хочется внести какую-то такую новогоднюю нотку. Так, Олег, возвращайся. Я надеюсь, ты справился. Да, готова. Все, отмирал, да. Девушки, смотрите, у нас жимых осталось намного больше. Мне сейчас не нужно столько, это действительно можно подсушить в духовочке или заморозить и в следующий раз использовать. Нам вот этого количества будет достаточно, хотя мне кажется, что муки обычно я положу даже меньше, чем отмерила. Пропорции я под видео оставлю. Какая наша задача? Наша задача сделать тесто. Что мы делаем? А мы так, у нас есть молоко, мы добавляем муку. Я добавлю чуть-чуть меньше, потому что боюсь, что будет слишком густо. И сразу два вида муки, потому что по большому счету вот этот жмых, согласись, напоминает муку? Да. Это и есть ореховая мука, которую вы можете купить в магазине. Единственное, что если ваш блендер очень мощный, у вас будет более мелкая фракция муки. Если блендер не очень мощный, то, соответственно, вот эти кусочки орешков, они будут чуть-чуть крупнее, но на выпечке на самом деле иногда это даже лучше сказывается. Мы добавляем разрыхлитель, потому что я все-таки хочу сделать достаточно мягкое печенье. Пяти грамм будет достаточно. Разрыхлитель очень советую сразу смешивать либо с мукой, либо с сухими составляющими. Потому что если плохо перемешать разрыхлитель в готовом тесте, а такое бывает, то он может горчить. Тесто само будет по себе горчить. Вот. И теперь нам сюда нужно добавить масло. Его предварительно желательно растопить. Для того, чтобы нам это сделать, я предлагаю поставить его... У нас здесь есть чудесная плита, которую я сейчас соображу, как включить. Так, сделать ее чуть-чуть теплее. И у нас масло само растает. Добавляем сироп топинамбура, клюкву в самом конце и масло, которое должно быть жидким. В целом вы можете использовать любое растительное масло, которое термостабильно, которое можно использовать и в выпечке. Когда мы используем растительные масла, пожалуйста, помните, что не все масла можно нагревать. Что есть масла, которые нежелательно нагревать выше определенных температур. Так, да, вот. Как здорово, когда на кухне есть мужчина, который может разобраться с техникой. Меня не слушается. Так, наше масло почти растопилось. Кстати, к вопросу о маслах. Очень многие спрашивают, как понять, когда нутрициологи разговаривают между собой, диетологи говорят, насыщенные жиры, ненасыщенные, что это за звери такие, как разобраться. В основном насыщенные жиры действительно животные, ненасыщенные растительные, но, вот, например, кокосовое масло, это хороший пример хорошего, правильного масла, но это насыщенные жиры. Насыщенные жиры у них есть особенность. При комнатных и более холодных температурах, температура в зависимости от масла разнятся, они становятся твердыми. То есть сало у нас в холодильнике твердое, кокосовое масло у нас затвердевает, а при нагревании они становятся жидкими. Это их такая особенность. Так, ну я даже думаю, этого нам достаточно, нам его греть не нужно. Наша задача сделать его просто более жидким для того, чтобы вмешать в наше тесто. Добавляй. Так, отлично. Я не буду использовать никакого добавленного дополнительного подсластителя. Хотя, если вы любите очень сладкое печенье, то можете добавить. У меня это будет... Что можно добавить? Ну, в зависимости от потребностей, что называется, можно чуть-чуть долить сироп от опинамбура. Вот у меня сейчас густовато. Я могу либо добавить жидкий подсластитель, например, сироп от опинамбура, либо добавить, например, кокосовый сахар, который относится к полезным, скажем так, добавленным сахарам. Теоретически можно размять банан сюда, добавить, это тоже добавить сладости. Но мне бы не хотелось, потому что я хочу получить именно миндальный вкус с клюквой. А банан очень яркий по вкусу. Ой, он уже очень вкусно пахнет. Да, пахнет миндалем. Я тебя попрошу вернуть нам чуть-чуть миндальное молоко и прямо вот по ложечке его добавлять. Так, давай еще одну. Задача наша получить немножко липкое тесто, но не сильно. Так, давай еще две ложечки. Супер. Да, вот этого точно будет достаточно. И дальше мы с тобой начнем формировать печенье. А, нет, мы начнем. Добавим клюкву. Я же обещала, что это будет с клюквой. Так, всыпаем. Здесь, конечно, может быть не только клюква. Это может быть изюм, это может быть порезанный чернослив, это может быть курага. В общем-то, любые продукты, которые вам, вкусовые добавки, которые вам нравятся, здесь они уместны. Все, тесто наше готово. Теперь нам нужно сформировать печенки. Я надеюсь, ты мне в этом поможешь. Да, конечно. Так, сразу будем выкладывать их на противень. Нам он горячий не нужен. Вот. Тесто липкое, но это не страшно. Мы берем небольшое количество, катаем шарик и чуть-чуть его приплюскиваем, для того, чтобы у нас получилась именно печененка. Хотя форма, в общем-то, может быть на твой вкус. Попробуешь? Попробуем. Как оно лепится? Хорошо. Лепится отлично. Не бойся. Девушки, на самом деле, я вам очень советую привлекать своих мужчин к процессам на кухне. Это очень здорово. Можно не ходить в гончарную студию, а отправиться на кухню и получить очень классный новый опыт. Ой, у меня такое маленькое. Пусть будет такое. Красивенькое. Красивенькое. Печенье не слишком поднимается, как любое ореховое печенье. Оно достаточно плотное получается. К кофе идеально. И оно не будет вот так вот раздуваться. Поэтому, в принципе, можно размещать его на противне достаточно близко друг от друга. Это не возбраняется. Оно не увеличивается в три раза в размере. Но все-таки оставляем застой. Слюнки текут. Очень вкусно. Слюнки текут. Я готов уже. Готовится быстро. В духовке оно проведет минут 20-25 в зависимости от того, какая духовка. Я сегодня не у себя дома, поэтому с духовкой есть у меня вопросы. Посмотрим, как она себя поведет. Но думаю, что 25 минут нам точно хватит. Поэтому через 25 минут нас ждет вкусный кофе с миндальным печеньем. Если их делать более такими пухленькими, они будут более мягкие. Если их делать более плоскими, они получатся... То есть вот эта вот у нас печенюшка, она будет более хрустящая. Кстати, девушки, если вдруг у вас стоит задача что-то лепить из липкого теста, я вам советую использовать перчатки. Потому что с использованием перчатки липкое тесто становится гораздо более податливым в использовании. Не так липнет к рукам. Ну вот я сейчас последнюю печенюшку залеплю. И мы отправим это выпекаться на 20-25 минут при 180 градусах. Так, давай мы так вот чуть-чуть еще красивенько их разложим. А то они у нас такие страдающие. И отправляем в духовку. И все, можно заваривать чай. Или кофе. Или кофе. У нас уже так вкусно пахнет. Чувствуешь, да, запах? Я думаю, что нам уже пора вынимать. Можно я тебя попрошу помочь? Да, конечно. Вау, какая красота. Потому что я умею всегда ожечься. Оставь прямо на плиту. Здесь у нас проблем не будет. И снимаем наши печенки. Скорее наливайте чай или кофе. Можно уже. Регулируйте температуру, конечно, по своей духовке. Но в целом 180 градусов точно будет достаточно. Вот такие у нас печенюшки. Ну что, хочешь попробовать? Или подождем, когда остынет? Конечно, попробую. Не будем ждать. Главное, не ожить себя в этот момент. И это очень сложно бывает. Удержать семью от поедания прямо в горячем виде. Девушки, это печенье очень хорошо и на следующий день. Вы можете его приготовить, подождать чуть-чуть, когда оно остынет, сложить в любую емкость, накрыть крышечкой, и оно прекрасно хранится несколько дней, становясь только вкуснее и ароматнее. Очень вкусно. Будем заваривать чай? Да. Супер. Олег, я хочу поблагодарить за помощь, потому что мне было легче. И я очень надеюсь, что Олег мне составит компанию в следующих выпусках тоже. Девушки, а с вами прощаюсь. До следующих новых встреч. До свидания.